всем привет это видео о помощи советам или о том что делать если вы нашли совенка каждый год начиная с середины февраля и заканчивая примерно середины лета начинается так называемые совопад совопад это значит что большое количество людей вдруг задачи ваются проблемой спасения птенцов сов которых они находят в парках и в лесу и подбирают этих птенцов тащит их собственно к себе домой и довольны от того что они спасли птичку начинают дальше всячески холить или летит у птичку и это поведение людей крайне неправильная со всех точек зрения то есть совы это животные птенцы которых начинают разбредаться из гнезда как только они могут начинать ходить они еще не могут летать но они уже могут нормально лазить карабкаться бегать и прыгать и в этот момент родительские птицы находятся рядом с птенцами но так как это совы мастера маскировки топчин родительских птиц обычно не видно и не слышно и вот таких вот птенцов слетков люди принимают за объект который нуждается в помощи и всячески начинает его спасать на самом деле ничего делать в этой ситуации не нужно не нужно трогать таких птенцов просто идите своей дорогой вот и один из таких случаев произошел в начале этого совопада в этом году уже много было сообщений у меня когда люди спрашивают что дело с этим птенцами и вот в данном случае птенца си серой неяса те нашли вам парке в гомеле мои давнишние клиенты и подписчики представили мне такое сообщение о том что вот они спасли птенца и спрашивают совета что делать с птенцом конечно же птенца сразу накормили так как естественный позыв человека который спасает это в первую очередь накормить и напоить спасенное животным и это тоже неправильно потому что кормить совят нужно строго мышами или крысами или хомяками которых вы можете купить зоомагазине да да вот эти вот хорошенькие ласковые грызуны но это единственное правильное питание для совят если вы кормите совенка мясом как делает большинство людей которые спасли такого совенка начинают сразу же его кормить как правило курятиной или говядиной или пельменями такие случаи тоже не редки хотя в общем то были случаи что кормили и чипсами и сосисками вот не знаю что в голове у людей потому что мы мы я имею ввиду ветеринарные врачи которые занимаются лечением птица и биологи и орнитологи и реабилитаторы уже примерно лет 10-15 каждый год проводят большую работу по оповещению населения том что не нужно кормить сов вот этими вот мясными продуктами нужно кормить сов мышами и крысами и не нужно подбирать совет однако каждый год ситуация повторяется снова и снова так возвращаюсь к тому что птенца накормили курицы и чем это плохо плохо это тем что совета это очень быстро растущие животные и мясо особенно курятина содержит большое количество фосфора малое количество кальция кальций необходим для развития суставов для развития костей для развития связок если мы даем много фосфора вместе с белком то соответственно это приводит тому что дополнительно кальций в организм не поступает он начинает вымываться из организма растущего которую к которому кальций нужен потому что кальций и фосфор выводится почками птиц в соотношении один к одному и как только мы добавляем фосфор соответственно чтобы вывести дополнительное количество фосфора нужно вывести дополнительное количество кальция из организма таким образом покормив птенца который остро нуждается в кальции мяско который содержит очень много фосфора мы еще больше ухудшаем ситуацию потому что птицы нужен кальций потому что птицы нужно активно строить свои косточки таким образом даже однократная дача мясо куриного мяса или говядины может привести к тому что птица на всю жизнь останется инвалидом если вы не можете найти крыс хомяков или мышей то лучше вообще не кормить птенца даже если птенец не будет есть в течение суток это будет гораздо лучше чем если вы его накормите мясом и за это время у вас будет возможность найти адекватные кормления для птенца в принципе купить кормовых мышей и хомяков можно в любом зоомагазине практически в любом городе но если вы уж оказались в деревне где у вас нету ничего то лучший вариант это перепелки или голуби собственно самый главный совет которую вы должны услышать сейчас я искал вначале и повторяю снова нашли совенка и вернули его на место родители всегда рядом ваша помощь в этом случае вообще не нужно вернуть своем к на место то есть туда откуда вы его взяли можно даже через неделю семья сов держится на одном месте стабильно и родители находятся рядом с оставшимися птенцами поэтому не переживайте что прошло несколько дней никакого запаха на птенцах не остается спокойно несете сажаете птенцов на дерево повыше в кусты и поглубже и не переживайте в данном случае люди так и сделали ночью отнесли птенца неесте на место там откуда они его взяли и посадили на дерево убедились что утром птенец находится на месте и убедились что утром его братья и сестры и родители все находятся в сборе на месте то есть птенец вернулся свою семью и это самое лучшее что можно сделать для птенца теперь поговорю о страхах людей собственно почему люди решают спасти птенца в данном случае люди переживали что вороны будут атаковать птенца и родители его не защищают это очень часто и заблуждение обратить внимание что птенец этот уже большой он путешествует пешком уже несколько недель и он вырос нормальный его никто не съел и ворон его тоже не съели это говорит о том что родители его хорошо защищают о том что ворон ему не опасно и родители его хорошо кормит вот поэтому не нужно переживать и когда на следующий день ребята пришли проверить на месте ли птенец увидели вот такую картину где вороны тусили рядом с птенцами тут же рядом с птенцами тусили и взрослой птицы никаких проблем от этой ситуации не было значит многие люди переживают о том что кошки и собаки могут загрызть птенцов да такое может быть поэтому сажать птенцов нужно как можно выше вкус или поглубже в кусты это нормально естественно защита для птенцов опять же эти птенцы уже почти взрослые им осталось для того чтобы начать самостоятельно летать максимум две недели и они какое-то они это время сами там прожили значит опасности для них никакой нету вот ребята которые выпустили этого птенца обратно на место через несколько дней пришли и увидели что птенцов нету стали беспокоиться что же случилось но никакой информации не было и вдруг через несколько дней в одном из пабликов вот такое вот сообщение какой-то добрый человек взял и спас птенцов не ясти то есть еще один человек пришел и еще раз спас этого птенца таким образом мы видим что главная опасность для растущих птенцов это не вороны и не собаки не кошки а люди иногда добрые иногда не очень добрые и вот наглядная иллюстрация того что именно люди являются главной опасностью для птенцов сов вот как ведут себя люди в парке по отношению к птенцам из этого семейства о котором идет речь послушайте что говорят люди и как они трясут ветки с птенцом так сделать с этим ничего невозможно кроме как каждый год продолжать объяснять людям не надо трогать птенцов не надо трогать птенцов они вообще не нуждаются в вашей помощи поэтому в каждом парке городском или сельском я рекомендую вешать таблички не трогайте следков не трогайте птенцов они не нуждаются в вашей помощи это обычная нормальная практика и это помогает за многие годы такой практики в социальных сетях я сам и другие врачи и биологи и орнитологи и реабилитаторы видят эффективность обучения социума о невмешательстве жизни птиц это очень хорошо работает и это очень эффективно ну а если уж так случилось что вы нашли птенца который травмирован у которого течет кровь или вы его прям вытащили из пасти кошки или собаки или отобрали у недобрых детей и этот птенец травмирован то тогда в первую очередь конечно же необходимо обратиться к ветеринарному врачу к птичьему доктору который занимается лечением птиц не к обычному ветеринарному врачу потому что обычно сильно значит птицами не работают слишком большие особенности лечения данного класса животных поэтому нужно искать специального птичьего врача который занимается лечением птиц обращаться к нему доктор даст все нужные рекомендации и конечно же для таких случаев есть полноценный гайд который я написал несколько лет назад и которые рассылаю каждый год всем реабилитатором и всем любителям природы вот в этой статье написаны все подробности о том как кормить птенца любого вида сов начиная от влуплений заканчив выпуском в природу так что поступайте грамотно не несите добро просто смотрите на сов в природе и не мешайте им жить если остались какие-то вопросы пишите в комментариях я всем стараюсь отвечать всем пока